поставил на запись вебинар. И первая тема, о которой мы сегодня хотели бы вам рассказать, это адаптивность, адаптивный дизайн интернет-магазин. Но прежде чем начнем с вами разговаривать про адаптивность, давайте немножечко цифр. У нас, конечно, уже вовсю идет, уже больше половины прошло 2016 года, но тем не менее, есть у меня цифра пока только по 2015, вообще по рынку e-commerce в России, российские онлайн-продажи. Если кому-то будет интересно, более подробно это исследование можно посмотреть. Справа внизу у меня написано Data Insight, можно прям в Яндексе набрать, попасть на сайт компании, посмотреть. У них достаточно много бесплатных, интересных, аналитических докладов и презентаций есть. где они делятся своими исследованиями. Смотрите, порядка 160 миллионов заказов было сделано в Рунете. На средний чек порядка 4050 рублей, что составило на 650 миллиардов рублей оборотов внутрироссийских онлайн-продаж. Рост в рублях 2014 года составил 16 процентов. Обращаю внимание, да, это несмотря на то, что у нас тут кризис был и не самая вообще хорошая ситуация на рынке, тем не менее, e-commerce растет. Объем рынка растет, вот видите, какая динамика достаточно такая положительная. В 2015 году какие отрасли лучше всего росли? Понятно, да, мелкая бытовая техника, одежда, косметика, парфюмерия, товары для детей. Причем быстрее среднего росло число онлайн-покупок. Вот на что хотелось бы обратить внимание, товар для детей и продукт питания. Это те ниши, которые еще не сильно, наверное, заняты в магазинах. Ну, скорее, не какие-то крупные игроки, а скорее вот по регионам, да. То есть, вот я сам, например, нахожусь в Калининграде, да, читаю вам доклад из самого западного, самой западной области нашей страны. У нас, например, с доставкой продуктов питания дела обстоят еще так себе. Там по товарам для детей есть несколько магазинов, я знаю, а вот с продуктным питанием прям полный швах. Вот, и несмотря на то, что хорошо, хорошие темпы показали, показал рост электроники и техники, да, тем не менее, количество онлайн-покупок немножечко сократилось. Ну, высокие темпы показали за счет большого объема, большого количества интернет-магазинов вообще по технике. 14 процентов рост среднесуточного количества интернет-заказов крупных российских интернет-магазинов в феврале 16-го года по сравнению с февралью 15-го года. Вот, и 30 процентов это в январе рост покупок составил. Топ 200 магазинов 2016 год, тоже сравнение. 67 процентов магазинов, которые вот входят в этот топ 200, да, но это самый крупняк, это Связной, Эльдорадо, Вайлдберрис и прочее, прочее. 67 процентов увеличили продажи по количеству заказов, 23 процента добились более чем полуторакратного роста. Рост доли интернет-покупок, вот тоже интересная цифра, да, доля интернет-покупок в вороте Эльдорадо с 2015 год. 15 процентов. Достаточно большая цифра. И тоже, да, что интересно, онлайн-канала Связной.ру в прошлом году 300 тысяч заказов было с мобильного, то есть, с мобильного телефона, смартфонов. Вот, 25 процентов товарооборота за только за первые 5 дней работы через мобильное приложение было сделано с заказов на 1 миллион рублей. Достаточно такие внушительные цифры. Вот еще одно исследование аудитории российского интернета. Это на 15-й год 82 миллиона человек, 66 процентов населения, 5 процентов за год выросло. С каких устройств уходит в интернет? Да, 67 процентов это, ну, десктопы, ноутбуки, 41 процент это мобильные телефоны, смартфоны, 26 процентов это планшеты, 11 процентов это смарт-тв. Сами телевизоры, приставки какие-то, такое вот все. Рост, какой у нас показал? Чуть-чуть меньше уменьшился рост у пользователей десктоп-версий. На 34 процента вырос, динамика увеличилась для мобильных телефонов, на 20 процентов для планшетов и на 41 процент для вот таких вот смарт-тв. Пока более свежих цифр у меня, к сожалению, нет. Может быть, если у кого-то есть, ну, присылайте мне, если поделитесь, будет очень здорово. О чем все это говорит? Все больше и больше пользователей у нас пользуются мобильными каким-то устройствами, да, смартфонами, планшетами, не знаю, что там, часами сейчас уже начинают пользоваться. А значит, все больше и больше покупок у нас люди будут делать с этих устройств. Ну, потому что это удобно, да. Где-то в дороге достал телефон, вспомнил, что тебе что-то необходимо приобрести, приобрел. Либо просмотрел, добавил, например, товар в корзину, потом пришел домой, открыл ноутбук и детально уже рассмотрел этот товар, изучил его уже с ноутбука. То есть, ну, как удобнее. Тем не менее, пользоваться вашим сайтом должно быть удобно пользователю, посетителю и с мобильного телефона, и с планшета, и с ноутбука. То есть, везде он должен отображаться хорошо. Это и называется адаптивный интернет-магазин, да. То есть, тот интернет-магазин, который адаптируется под разрешение того устройства, на котором он будет просматриваться. Давайте я на примере покажу. Видели мы, да, уже готовое решение, которое мы предлагали, наше готовое решение, патриксовое. Я нажму сейчас кнопочку F12, у меня браузер Chrome, и у меня, да, отобразится, как будет картинка, как будет показан этот интернет-магазин на iPhone 5, например. То есть, мы видим, что дизайн странички у нас сразу изменился. Немножечко все по-другому стало. Так, что-то здесь не прокручивается. Не знаю, почему. Ну, на самом деле, если набрать адрес моего магазина, да, bsm.ru с мобильного устройства сейчас, и посмотреть, как это выглядит, ну, можно будет понять. То есть, сверху у нас логотипчик, там какая-то менюшечка появилась, открывается-закрывается, да, личный кабинет мой внизу и так далее. Я сейчас вернусь в обычный режим и вернусь к презентации. Вот, то есть, сайт автоматически меняется в зависимости от того, с какого устройства его просматривают. Давайте попробуем разобраться, чем это лучше и чем это хуже, чем мобильное приложение. То есть, ну, понятно, что есть такой функционал, как мобильное приложение, да, то есть, при выпуске выпускает приложение, которое пользователь устанавливает на свой смартфон. В этом есть свои плюсы, как минимум в том, что оно всегда под рукой. То есть, если у вас человек, ваш клиент поставил ваше мобильное приложение, вы получили уже наверняка лояльного клиента, который вряд ли пойдет конкурентам, ему проще будет на одну кнопку нажать на телефоне и совершить покупку какого-то товара именно у вас. Конечно, в мобильном приложении есть возможность большего функционала по сравнению с адаптивной версией. Мы можем присылать, например, пуш-уведомления о изменении статуса заказа клиенту. Либо, если клиент будет не против, мы можем ему какие-то там сообщения о каких-то акциях присылать прямо в телефон. Это достаточно удобно. Опять же, в мобильное приложение не надо логиниться. Он один раз зашел, ввел свои данные, система все это запомнила. Но разработка мобильного приложения стоит дороже, чем разработка адаптивного сайта. Его надо, опять же, клиенту его надо скачивать, и его надо поддерживать и обновлять. То есть выпускать и перевыпускать регулярно. Адаптивная версия содержит также свои плюсы и свои минусы. Адаптивная версия в чем плюсы? Удобно на любом устройстве. Поисковики хорошо реагируют на то, что ваш сайт имеет адаптивную версию. Это влияет на поисковую выдачу. Опять же, один сайт, один адрес. Называемся мы 1S-Bittrex. И у нас 1S-Bittrex.ru и на мобильном устройстве будет отображаться удобно и на обычном десктопе. Опять же, все выполнено в едином стиле, и это не так дорого. В чем минусы? Немножко утяжеляется страница, потому что больше кода пишут специально для того, чтобы везде хорошо отображалось. Если есть проблемы с версткой, то на простую версию обычного сайта не перейти. То есть, с верстом должно быть все очень грамотно. И если сайт уже есть, то надо будет исправлять старую верстку. Это достаточно дорогое удовольствие. Еще один вариант – это создание мобильной версии сайта. Многие, наверное, встречали, когда идет M.Nazv.ru, допустим. То есть, специально отдельная мобильная версия. В чем плюсы? Это удобно. По сути, это упрощенная версия основного сайта. Ее легко изменить. То есть, не надо всю верстку там перелопачивать. Можно именно только этой отдельной версией заниматься. Она быстрее грузится. И, если что, можно всегда перейти на обычную версию сайта. Опять же, поисковики будут рады, если у вас такая отдельная версия. Но есть свои минусы. Во-первых, это дорого. То есть, по сути, это создание еще одного сайта. И вам придется поддерживать тогда уже два сайта, а не один. И, возможно, от какой-то информации придется отказываться для того, чтобы делать такую облегченную версию. В Bittrex есть варианты использования. То есть, вы можете сделать как мобильную версию на отдельном сайте в рамках одной установки. Можете использовать готовые решения с уже адаптированным дизайном. Как раз сейчас Дмитрий про это тоже расскажет, насколько я понимаю. Или хотя бы у меня нет. И есть у нас такой сервис, как мобильное приложение, который позволяет создать мобильное приложение на основе вашего сайта, который создан на Bittrex. Ну, получается, разработка с использованием такого вот программного продукта гораздо дешевле, чем разработка такого нативного приложения мобильного с нуля. Но у нас есть, опять же, отдельный вебинар по мобильным приложениям. И в том документе, который я для вас подготовлю по итогам серии наших вебинаров, я обязательно про это упомяну и дам ссылочку на этот вебинар. Такой вот есть у меня слайд. Давайте, да, перед тем какие-то примеры посмотрим. 8 ошибок при проектировании адаптивного дизайна. Не знаю, будете ли вы это делать самостоятельно. Надеюсь, что все-таки нет, что доверите это профессионалам. Но вот эти шаги, можете даже сделать скриншот экрана, стоит учитывать вместе с вашим разработчиком. Первая ошибка. Не анализируем поведение посетителей. То есть мы не смотрим, с каких устройств заходили на наш сайт, какие действия делать. На самом деле все это надо изучать, и инструмент для анализа поведения посетителей, они есть. Они есть как у нас, так и у Яндекса, если счетчики их повесить у Google. Поэтому используйте это. Вторая ошибка. Сначала делаем простую десктоп-версию, а потом мобильную. Ну, как мы видели, количество посетителей, которые используют смартфоны, растет. Поэтому в первую очередь, конечно, проще начать с малого и сделать сначала какую-то мобильную версию, и потом масштабироваться уже до большой. Третья ошибка. Мало тестируют. То есть запускают адаптивный сайт, практически вообще не тестируют. Ну, такая достаточно распространенная ошибка. Надо взять, конечно, и попробовать пройти по тому пути, по которому у вас клиенты будут по вашему сайту. То есть зашли в каталог товаров, зашли в карточку товара, выбрали разные товары, разные цвета, разные размеры, какие-то другие свойства. Посмотрели, как все это в корзину попадает и так далее. Четвертое. Мелкие кнопки призывают к действию, так называемый call to action. В итоге приходится увеличивать двумя пальчиками картинку вашего сайта, что не очень удобно. Клиенты, бывает, не попадают на эту кнопку купить. И бесятся, и уходят конкуренты, у которых кнопки в мобильном приложении и в адаптивной верстке на мобильном телефоне больше. Пятая ошибка. Медленная загрузка страниц. То есть лучше разнести контент по вкладкам. На главные базовое описание, картинка, цена, кнопку купить. Есть вкладка с подробным описанием. Если человек интересует подробное описание, нажал ее и посмотрел. Шестое. Урежение контента для мобильных пользователей. Это неправильно. Контент должен быть доступен одинаковый. Не надо делать так, чтобы на мобильной версии вашего сайта клиент меньше информации получал, чем на простой. Седьмое. Поддержка изображения только в одном разрешении. Тоже неправильно, когда для мобильных версий используются те же самые картинки. Какие-то тяжелые. Они еле грузятся у кого-то. Кто, не знаю, в полях смотрит, где только Edge доступен. Интернет на мобильном устройстве. И не может совершить покупку. Из-за этого, из-за того, что все очень медленно грузится. И восьмое. Неадаптивные электронные письма. Тоже достаточно странно будет, если сайт у вас будет адаптивный. А рассылка, которую вы рассылаете, будет неадаптивной. И человеку придется пальцем елозить по всему экрану, чтобы прочитать, что вы там написали. Давайте несколько примеров посмотрим. Адаптивных интернет-магазинов. Вот, например, 21Shop. Вот так в десктопе выглядит. Вот так достаточно аккуратненько. Такая адаптивная версия. Blackhost, опять же, наше российское отделение. Есть сайт, есть... Не помню. У них, по-моему, отдельная вот эта мобильная версия. Wildberries взяли и выпустили просто мобильное приложение свое. Причем, если мы заходим... Вот у них интересно сделано. Да, если заходим на сайт с мобильного устройства, у них открывается адаптивная верстка. То есть, ну, достаточно удобно одним пальчиком работать с таким сайтом. И сразу же наверху предложение, что установите бесплатное приложение. И специально для тех, кто мобильным приложением пользуется, будут у нас дополнительные плюшки. Всякие вот скидки и так далее. То есть, ну, такой тоже интересный инструмент. А вот, например, очень мне нравится по дизайну, как реализован интернет-магазин футбольного клуба «Спартак». Все здорово, все красиво. Но мобильную версию они не сделали. И с телефона работать с таким магазином очень неудобно. Вот. Ну, недоработка. Не знаю, может сейчас исправили. Это я смотрел, по-моему, в мае месяце еще скритшоты. Это делал. Вот. Не было. Готово. Вот. Наверное, что касается адаптивности, это все. Если есть какие-то вопросы, можете их сейчас мне написать. Я буду потихонечку передам сейчас слово коллеге своему. Он продолжит. Так, сейчас одну секундочку. Дмитрий, можно начинать. Экран уже видно. Добрый день, коллеги. Добрый день. Меня зовут Дмитрий. Я исполнитель и директор компании «Аспром». Сегодня я вам расскажу, как ускорять свой интернет-магазин и продажи. Наша компания является разработчиком готовых решений для 1S Bitrix Marketplace. Мы являлись лидером в 2014 и 2015 году. На наших сайтах работает уже более 3500 проектов из 15 стран мира. Десяти лет. И наша служба техподдержки ежегодно 1000 обращений. Скорость загрузки сайта. Почему вообще это важно для интернет-магазина? 2 секунды. Ровно столько половина пользователей ваших ожидает, что сайт загрузится. 3 секунды. 40% пользователей могут покинуть интернет-магазин, если страница загружается медленно. 4 секунды. 88% уходят навсегда, так и не дождавшись загрузки. 5 секунд. Даже пользователи мобильных устройств не дождутся такой загрузки. Помните, каждая секунда это 7% конверсий, 11% просмотров и 16% удовлетворенности покупателей. Мы считаем, что нормальное время отображения страницы всего 1-2 секунды. Больше люди не готовы ждать. Наше время стоит очень дорого. Как определить, что ваш сайт? Ну, во-первых, можно посмотреть на него визуально. Если вы чувствуете, что страницы долго открываются, вам некомфортно ходить по сайту, то это первые признаки того, что нужно посмотреть глубже. Для пользователей 1С Bittrex есть специальный инструмент скорость сайта. Находится он в настройках панели производительности. Мы с коллегами специально подняли демо стенд и провели его оптимизацию. Мы достигли показателя скорости загрузки 0,3 секунды. Это очень-очень быстро. По нашему опыту большинство проектов, именно интернет-магазинов, показывают скорость загрузки порядка 4,5-5 секунд, что недопустимо. Мы хотели этот стенд поднять для того, чтобы объяснить вам и показать на примере, что это реально возможный кейс. Вы можете ускорить так свои проекты. Как измерить более точно скорость загрузки? Во-первых, есть инструменты Google Chrome. В режиме разработчика можно точно до миллисекунд вычислить, сколько загружается ваша страница. Посмотреть в динамике данный показатель можно с помощью систем статистики, например, Google Analytics или Яндекс.Метрика. Используя сервис Google PageSpeed Insights, вы можете получить рекомендации по ускорению сайта. Давайте посмотрим на живом примере, как измерить скорость загрузки сайта. Вот у меня открыт браузер Google Chrome. Включаю режим разработчика. Перехожу на вкладочку Network. Обновляем страницу. Время загрузки 1 секунда. Обратите внимание, что Google Chrome здесь показывает не время формирования первых элементов, а непосредственно полное время загрузки страницы. Оно, конечно, может быть больше 2 секунд, но даже полное время загрузки у нас сейчас всего 1 секунда. Это очень-очень быстро. Как же увеличить скорость загрузки вашего сайта? Основой, базой для быстрого сайта является хостинг-площадка. Проверьте конфигурацию своего сервера. В панели управления 1S Bittrex выполните тест конфигурации. Если у вас меньше 30 баллов, срочно меняйте хостинг-провайдера. На скриншоте сейчас показана конфигурация нашего тестового стенда от партнеров компании RedDog. Видите, да, показатели? Сегодня утром делали. Сейчас мы попробуем повторить этот результат в режиме презентации. заходим в админ панель сайта, переходим в настройки, панель производительности и тестируем конфигурацию. Посмотрите, как достаточно быстро проходит тест. 200 баллов. Отлично. Это даже выше, чем мы смогли достичь в лабораторных условиях. В чем же, собственно, залог успеха? На самом деле, ничего такого экстраординарного нет. Выбирайте просто хостинг, который соответствует непосредственно масштабу вашего проекта. Обязательно затребуйте у хостинг-площадки поддержку PHP 7. Она дает очень-очень сильное ускорение. Bittrex, начиная с версии 16.16.5, поддерживает PHP 7. Используйте последние версии серверов баз данных. И хостинг должен быть настроен непосредственно под 1С Bittrex. Это должны быть специальные тарифы. Не стоит надеяться, что размещаясь на каком-то дешевом оборудовании, вы сможете достичь нужного уровня производительности. После того, как вы убедились, что ваш сервер работает нормально, и только после этого можно переходить к настройкам непосредственно платформы 1С Bittrex. Рекомендации тоже стандартные, но почему-то о них все забывают. Если вы не используете какие-то компоненты или модули, удалите их непосредственно из администрирования. Обязательно включайте композитный сайт и автокомпозит, если он поддерживается. Если нет, то ваши разработчики должны постараться и обеспечить поддержку этих технологий. Включите объединение CSS и JS. И как ни странно звучит, на нашем стенде необходимо было выключить облако Bittrex, а именно CDN. Но на ваших проектах я рекомендую проверить, выполнить два теста со включенным CDN и выключенным. Давайте сейчас посмотрим, как это быстро делается. Во-первых, удаляем ненужные модули. Обратите внимание, у меня уже на стенде удалено все, что не относится к интернет-магазину. Если вам какой-то модуль не нужен, то просто его уберите. Например, Viki. Мы не ведем документацию в этом модуле, поэтому он не нужен. Дальше включаем композитный сайт. Для этого есть отдельная настройка. Композитный сайт. Проверьте, что он включен. Здесь, видите, он уже включен. И в настройках мы рекомендуем поставить вот такие параметры. Здесь, в принципе, все по умолчанию. Никаких особенных настроек мы не вносили. Дальше объединение JS файлов. Это делается в настройках главного модуля. Есть специальная группа параметров оптимизация CSS. Просто включите все галочки. Должно работать отлично. И последнее, на что следует обратить внимание, это облако 1S Bitrix, именно ускорение CDN. Мы его здесь выключили, потому что на нашем стенде он показал существенное снижение производительности. Вы у себя на проектах проверьте, потому что есть случаи, когда он действительно помогает. Так, вернемся к презентации. После того, как вы настроили сервер, платформу 1S Bitrix, можно переходить непосредственно к оптимизации программного кода. Это, наверное, самый дорогой и затратный метод оптимизации сайта. Но его следует делать только после того, как выполнены предыдущие два. По своему опыту могу сказать, что задуматься о скорости сайта нужно еще на стадии проектирования. Когда вы рисуете дизайн, когда вы пишете техническое задание, жестко сокращайте количество модулей, количество функций, которые вам не нужны. Все, что вызывает сомнения, лучше исключить. Оставьте только то, что непосредственно направлено на продажу. Не забывайте про оптимизацию изображений. Размещайте только те картинки, которые непосредственно входят в сетку сайта. Никогда не подключайте тяжелые скрипты на главную страницу. Такие как YouTube, Google Maps, Яндекс.Карты. Какие-то системы аналитики, сбора статистики. Они очень-очень сильно тормозят. Особенно, если, допустим, мы видели YouTube включался в слайдер. То есть, когда на главной странице подключались 4, 5, а то и 8 видеороликов одновременно. Сбалансируйте дерево каталога товаров. Что это такое? То есть, в каждой категории товара должно лежать определенное количество товаров. То есть, не должно быть такое, что в одном разделе 10 товаров, а в другом 10 тысяч. То есть, сбалансируйте его, чтобы во всех лежало примерно одинаковое количество. Для балансировки вы можете использовать как непосредственно уровни дерева каталога, так и перемещать непосредственно товары между разделами. Задумайтесь о количестве свойств в умном фильтре и вообще в карточках товара. В умном фильтре должны быть только те свойства, которые нужны пользователю для поиска товара. Все справочные свойства, такие как габариты, вес, убирайте просто в карточку. Также не увлекайтесь торговыми предложениями. Их, по нашему опыту, должно быть не более 20 на товар. Если у вас получилось по проекту больше, стоит задуматься о том, чтобы, допустим, какое-то из свойств вынести и сделать отдельные товары. Например, если брать одежду, то там красную и зеленую футболку можно просто завести двумя футболками, а размеры оставить как торговое предложение. Как найти медленные компоненты? Для этого тоже есть определенный инструмент в режиме Эрмитаж. Включаем панельку, отладка, суммарная статистика. Вы увидите, какие компоненты тратят ваше время. Время загрузки страницы. Этот инструмент для разработчиков, а вам, как собственникам интернет-магазина, в первую очередь нужно понимать, на что направить основное влияние, основные силы по ускорению сайта. Но здесь на скриншоте уже видно, что, в принципе, здесь не требуется оптимизация. Все компоненты уже работают сотые, тысячные доли секунды, поэтому здесь мы ничего не увидим. Скорость сайта – это не только то, что вам необходимо, хотите продавать. Для увеличения продаж необходимо увеличивать конверсию. Платформа 1S Bittrex обладает полным набором маркетинговых инструментов для повышения конверсии. Важно использовать их все, все, которые вам доступны. Интернет-торговля, как сказал уже мой коллега, прочно вошла в российскую действительность. Более 65% аудитории вообще имеют свои любимые интернет-магазины. Они покупают товары со скидки. 65% за последний год совершали вообще незапланированные покупки, то есть они просто увидели и купили. Мы не говорим уже о тех, кто в принципе пользуется интернет-торговой. Каждый пятый покупатель вообще готов купить товар подороже. Вы просто предложите ему больше сервисов, дополнительные услуги, более удобный сайт, более красивый дизайн и у вас купят. То есть всегда есть возможность найти свою нишу и конкуренцию. Опираясь на опыт разработки интернет-магазинов, мы собрали все последние маркетинговые фишки, все последние фишки платформы 1S Bittrex и упаковали их в одно типовое решение. Сейчас на примере мы покажем, как спроектирован сайт непосредственно как для скорости технической, как и для скорости конверсии. Какие инструменты включены для повышения конверсии и улучшения продаж. Это типовое решение создано не только для маленьких интернет-магазинов, оно также подходит для больших каталогов товаров с большим количеством СКУ. Я сейчас переключусь обратно на сайт. Главная страница собрала все, что необходимо для повышения продаж. Вас встречает главный модуль баннеров основных маркетинговых активностей. Мы рекомендуем размещать в нем самые яркие, самые акции, которые действуют у вас в интернет-магазине. Дальше мы разместили блок тизеров с преимуществами компаний и блок дополнительных маркетинговых возможностей. Здесь можно уже какие-то разместить акции второстепенного масштаба. Либо если у вас такого нет, количество акций, вы можете красиво представить линейку продуктов, как показано на демо-версии. Дальше идет блок товарных рекомендаций. Хиты продаж, рекомендации от ваших экспертов, блок новинок, блок акционных товаров. Без этих блоков главная страница в принципе не будет работать. Они должны обязательно присутствовать. А ниже блок акций. Акции, как уже мы видели в статистике, это обязательный инструмент интернет-магазина. Если у вас нет акций, то по сути вы вообще не торгуете. Поэтому обязательно, обязательно делайте акции. Для работы с контентом есть новости, статьи, блок информации компании, бренды. То есть, как вы видите, страница достаточно простая, но при этом содержит абсолютно все инструменты, которые нужны вашим маркетологам для повышения продаж. На что еще можно обратить внимание? Это фон. Мы постарались в этом решении обратить внимание не только на техническую сторону, но и на эмоциональную. Вы можете настраивать фон как для всего сайта в целом, использовать картинки, градиенты. И в каждом разделе может быть другой фон. Например, в садовой технике, тема лета, в спортивном товаре, в собственном путешествии. То есть, эти, казалось бы, незаметные картинки создают ощущение комфорта и пребывания в интернет-магазине. Давайте посмотрим карточку товара и какие возможности она нам дает. Например, бытовая техника, что у нас тут в холодильнике. И посмотрим акционный товар. В карточке товара самое важное – это представить товар лицом. То есть, вы должны дать как можно больше информации о вашем товаре. Когда клиент приходит к вам в магазин, в обычный офлайн-магазин, роль карточки товара частично исполняет продавец. Он показывает, рассказывает о товаре. Но когда покупатель заходит в интернет-магазин, он остается один на один. И чем больше информации о товаре вы разместите на странице, тем больше вероятность, что покупатель совершит покупку. Здесь у нас есть новая фишка – это лупа. То есть, возможность рассмотреть товар со всех сторон. Поэтому приукрепляйте качественное изображение товара. Есть краткое описание, есть подробное описание, есть блок с характеристиками, блок отзывов, возможность задать вопрос. Также выводится информация об остатках. Обратите внимание на этот блок. То есть, это акционный товар, он отсчитывает время до конца акции. Также есть возможность размещать акции с остатком по штукам. То есть, когда у нас кончатся остатки товара, соответственно, акция закончится. Можно посмотреть наличие по магазинам. Можно разместить информацию о сопутствующих товарах, похожих товарах. И последние фишки 1S Bittrex – это персональные рекомендации, облако интересов Big Data. Также есть тизер преимуществ, которые вы можете использовать для каждого раздела свой. То есть, допустим, для крупногабаритной – разместить удобную доставку. Для сложной техники – какой-то помощь в подборе товара. Также есть возможность размещения документов. Например, сертификация соответствия, какие-то гарантии. Есть все необходимые стикеры, которые позволяют пользователям быстро увидеть, что на данный товар действует какая-то акция или стоит на него обратить особое внимание. Новинка 1S Bittrex – это функционал подарков. Подарки вообще замечательная вещь. Их покупатели очень-очень любят. Поэтому, я думаю, стоит его использовать. Ежедневно практически. Ну вот, допустим, шикарный подарок. Да, купите лап для нафтей и получите GPS-навигатор в подарок. Фантастика, да. Ну, в принципе, такое возможно. То есть, прям со страницы можно получить подарок. Смотрите, цена. И правда подарок. Контентные разделы. О контенте говорят так много, но так мало внимания ему уделяют. Обычно вектор внимания направлен на непосредственный каталог товаров. Но мы забываем, что люди хотят получить информацию не только о товаре. Они хотят получить информацию и о компании. Они должны доверять вам, чтобы оплатить заказ онлайн и ждать его доставки. Поэтому обязательно используйте контентные разделы и размещайте все, что вы можете сказать о себе и о компании. А в нашем решении мы предусмотрели практически все, что может потребоваться интернет-магазин. Например, связанные услуги. Вот как мы уже смотрели раньше про холодильник, да. Установка и доставка. Так, где у нас готовая техника? Доставить холодильник достаточно серьезная проблема. Вы можете сразу предложить услуги по страхованию, по установке. Покупатель может сразу видеть прайс-лист на услуги. То есть вы даете всю информацию, не оставляя вопросов. Расскажите о своей компании, покажите масштаб. В данном случае мы вывели всю карту магазинов на одной странице. Интерактивно можно подобрать тот магазин, который ближе к вам. Узнать подробности. Выводите информацию о компании. Размещайте информацию о ваших производителях или партнерах. Пишите статьи. Обязательно используйте этот инструмент. Сейчас это практически основной инструмент SEO-оптимизатора. Например, здесь у нас на тесте показан обзор велосипедных брендов. А наш интернет-магазин позволяет прикреплять связанные товары. То есть вы можете продавать напрямую из статьи. И клиент, читая ваш обзор, может взять и купить, прямо не выходя из карточки. Что может быть проще? То же самое с новостями. Вы презентуете новую модель и тут же можете ее продать. О чем еще стоит поговорить? До продажи. То есть просто продать товар, это уже даже скучно. Крупные компании борются за покупателя, за увеличение среднего чека. Рассмотрим классический пример с Макдональдсом. Если вы заходите и просто закажете картошечки, скорее всего оператор вам предложит что-нибудь еще. Например, гамбургер. Вы можете допродавать. То есть продавать большую порцию картошки, но со скидкой. Либо предлагать какой-то новый продукт. Например, та же картошка, уже завернутая в ролл. По данным исследований, перекрестные продажи могут увеличить вашу выручку более чем на 30%. И ваш интернет-магазин должен быть готов к использованию этих инструментов. Рассмотрим пример крусселлинга. Вы выбираете велосипед. Сайт предлагает вам купить сразу рюкзак или видеокамера для съемки ваших поездок. Покупая фотоаппарат, вы можете получить дополнительный объектив со скидкой. Это функционал наборов и комплектов. С его помощью вы можете увеличить средний чек на те же 30%. Про привязку товара к контентным разделам мы уже поговорили. Обязательно используйте эти возможности. Оформление заказа. Когда покупатель выбрал товар, положил его в корзину, наша задача как можно быстрее привести его к желанной покупке. И на этом пути мы должны не то что не создавать преград, мы должны как можно быстрее провести по этой процедуре. Каждый шаг сдерживает покупателя и уменьшает конверсию. Что сделано в нашем магазине, что должно быть обязательно на каждом сайте? Покупка в один клик. Если вы продаете штучные товары, какие-то дорогие, которые не нужны до продажи, то разместите кнопку «Купить в один клик» и спрашивайте только минимальный набор данных. Все остальное можно уточнить потом по телефону, но клиент уже разместит заказ. Например, летающая корзина. То есть вы не уводите клиента с карточки товара, а товар как бы добавляется в корзинку, а летающая корзина выходит справа. Вы можете разместить из этой же летающей корзины быстрый заказ. То есть это та же покупка в один клик, только когда у вас несколько товаров. При этом работают все скидки, можно применять купоны. То есть вы, опять же, не заставляете пользователя проходить по всем шагам оформления заказа. К чему приводит такая забота о покупателе? По нашим определенным кейсам мы замерили статистику. До запуска сервиса покупки в один клик интернет-магазин в среднем приносил 400 тысяч в месяц. Путем введения всего лишь одной функции покупки в один клик мы смогли увеличить выручку примерно на 60%. Больше не потребовалось ничего. А другой интернет-магазин, у него уже была функция покупки в один клик и быстрого заказа. Мы просто хотели выяснить, а как она вообще влияет. Оказалось, что более половины заказов пользователи предпочитают делать именно с помощью процедуры быстрого заказа. Время – это все. Даже если вы используете полный заказ... Битрикс недавно представил систему оформления заказа D7. Штука просто великолепная. Если у вас ее еще нет, обязательно-обязательно включите. Она позволяет очень-очень быстро оформлять заказы. И причем она проводит вас в режиме мастера, то есть клиенты не путаются, что делать дальше. Что нужно сделать? Например, настроить эту систему уже по умолчанию работающей. Местоположение по умолчанию. Если вы работаете только на один город или на несколько, то дайте возможность сразу выбрать их с помощью кнопки. Не заставляйте вписывать большие названия, большие адреса. Если вы не занимаетесь доставкой, просто выключите, так вы повысите конверсию. Собственно говоря, продажи. Когда мы приходим на новый проект, всегда возникает вопрос, как можно быстрее запустить продажи в интернет-магазине. Наш рекорд – это первый заказ через три часа после запуска интернет-магазина. Это абсолютно новый проект, у которого не было ни рекламы оффлайн, ни какой-то подготовки. Как нам это удалось? Это реальный кейс из нашей жизни. Все очень просто. Товарные агрегаторы. Яндекс.Маркет, товары Mail.ru, Tiu.ru – они с удовольствием ждут ваших предложений. Покупатели уже есть, они там есть, они ищут каждый день ваши товары. Вам остается только разместить свой ассортимент. По данным статистики, пользователи сначала выбирают товар, а потом ищут, где его купить. А где они ищут, где его купить? На самых раскрученных площадках – Яндекс.Маркет, Торг.Мейл.ру. Вам остается только предоставить свои предложения, и пользователи вас обязательно найдут. Размещение в Яндекс.Маркете раньше было достаточно сложной процедурой, но сегодня все упростилось. А с введением платформы 1С Битрикс и наших решений эта функция вообще делается в три этапа. Вы просто регистрируете, указываете ссылку, размещаете товарные предложения – и все. Сайт должен работать за вас. Не требуется для подключения к Яндекс.Маркету каких-то серьезных манипуляций, и нет никакого оправдания тому, чтобы не размещать ваш магазин. Однако есть особенности. Большинство решений выгружают в Яндекс.Маркет только товары. Но если ваш магазин содержит товары и торговые предложения, допустим, по размерам или, как в данном случае, диваны, то вас поджидает неприятная ситуация. По требованиям Яндекс.Маркета у каждого товара должна быть своя страница. В нашем решении это специально проработано для того, чтобы вы могли выгружать именно торговые предложения. Ну, например, посмотрим классические товары из категории одежды. Обратите внимание, то есть я переключаю торговые предложения, меняются товары. При этом даже перезагрузки страниц не происходит. Но Яндекс.Маркет может, используя вот эту ссылку, нормально размещать и отображать ваши товары. Да, платформа 1С Битрикс готова решением. Это свой аналог супермощного спортивного автомобиля. Без нормального водителя с этой штукой справиться очень тяжело. Поэтому очень важно уделить время собственному обучению и настроить платформу правильно. В консалтинг-сервис вам придется обязательно заниматься самообучением. Либо привлекать профессионалов. Потому что для того, чтобы достичь успеха на текущем рынке, нельзя просто запустить в магазин и забыть о нем. Вам нужно каждый день держать руку на пульсе. Почему так? Давайте рассмотрим пирамиду. На вершине это наши продажи. Но как до них дойти? Нам нужна хорошая платформа. Это 1С Битрикс. Это мощный хостинг. Это готовое решение или хороший спроектированный интернет-магазин. Дальше вам нужно заняться образованием. Пройти курсы, почитать статьи, проконсультироваться о том, как построить интернет-продажи. Вы обязательно будете обращаться за технической поддержкой к поставщику решений, либо к 1С Битрикс. Ставить обновление. После этого вам нужно обеспечить рекламу и аналитику. Только после этого вы сможете перейти к оптимизации конверсии, к скорости продажи интернет-магазина. И только после этого вы можете говорить о том, что продажи поставлены. В нашей компании взят акцент не просто на продажу решений. Мы хотим нечто большего дать своим покупателям. Мы хотим помогать людям с организацией именно их интернет-продаж. Мы хотим учить и делиться информацией. Мы не будем ее скрывать и прядать. Мы с удовольствием поделимся. Расскажем о подводных камнях. Поэтому вы можете обратиться на наш блог и почитать полезную информацию. Всем тем, кто дослушал до этого момента, самое-самое приятное. Мы подготовили скидки совместно с 1С Битрикс. До конца августа действует скидка 30% на все типовые решения. Если у вас еще нет интернет-магазина, то сегодня самое время начать его запуск. Наши партнеры, компания RedDog, также подключились к этой акции и готовы предоставить на все тарифы хостинга для 1С Битрикс скидку 30% по промокоду. На этом у меня все. Я готов ответить на ваши вопросы. Дмитрий, а видно, видно, до вопроса? Так, пока сейчас буду. Раздел «Questions». Ага, вижу. Так, что-то я не совсем понимаю, как они у нас. Вроде вопросы есть, но мне их не видно. Может, вы мне поможете продиктовать? Слышно меня? Никита. Да. Давайте вы зачитайте вопросы, мне вас слышат. Как на вашем решении реализованы мультисклады? Мультисклады? Отлично реализованы. Ну, то есть тут в зависимости от редакции. Если на бизнес, я, наверное, отвечу. Если на редакции бизнес, сайт сделан без проблем. Более того, у вас есть еще расширение вот этой функции. То есть мы еще ввели дополнительное понятие магазинов. То есть вы можете выбирать, как работать интернет-магазину на основании складов, либо на основании инфоблока магазинов. То есть вот как я показывал в карточке. Смотрите, магазины. Здесь может быть информация о складах, если у вас 1С Битрикс бизнес. А если у вас малый бизнес, то сюда попадает информация из инфоблока магазинов. А товары также разделены по складам и можно посмотреть, на каком складе находится тот или иной товар. Давайте вернемся куда-нибудь. Затовой техники. Вот видно, что, допустим, в Москве достаточно, а в Санкт-Петербурге мало. Это и есть информация о складах. Дальше. Да, спрашивают, как же Яндекс.Директ как инструмент быстрого старта. Игорь спрашивает. Ну, Игорь, на самом деле у нас полноценная поддержка Яндекс.Директа в самом Битриксе есть. Не знаю, может быть... Обязательно, обязательно. Яндекс.Директ – это неотъемлемая часть ежедневных расходов интернет-магазина. Главное здесь подходить разумно к выбору товаров, ассортимента. И моя рекомендация – рекламироваться непосредственно по товарным позициям, либо каким-то узким запросам. То есть не старайтесь брать широкие запросы, купить холодильник в Москве. То есть такой трафик через Яндекс.Директ достаточно дорогой и, я бы сказал, неэффективный. А вот указывая конкретную марку холодильника, можно добиться очень дешевой цены клика и очень высокой конверсии. То есть помните, я говорил, что люди вначале ищут товар, а потом где его купить. Вот самое лучшее – это ловить людей, где они уже ищут, что им купить. А это и есть товарные запросы. Так, спрашивают, если уже есть интернет-магазин, делаете ли вы аудит сайта и даете ли рекомендации по нехватке на сайте и что нужно добавить с функционала? Ну, на самом деле, не знаю, можно Дмитрия e-mail записать, пообщаться, наверное. Заходите на наш сайт, то есть я сейчас включу слайд с контактами. Собственно, аспро.ру есть раздел по технической поддержке. Там всегда есть наши консультанты. С удовольствием ответим на ваши вопросы и подскажем, на что обратить внимание. У нашего проекта произошла ошибка с подбором персонала. Сейчас хотим стартовать с нуля. Распространится ли на нас скидка? Это как раз именно про типовые решения, да, видимо, скидку спрашивают? Скидка на типовые решения непосредственно для всех. Ну да, на всех будут распространяться, да. Нет, вопрос, наверное, больше к 1S Bittrex. Есть ли размещена карта внизу каждой страницы интернет-магазина? Это сильно замедляет? Очень сильно. Убирайте обязательно. На каждой странице она точно не нужна. Лучше оставьте ее на контактах, наверное, да и все. Так, у нас уже есть интернет-магазин, старое решение. Можно ли обновить до данной версии? Или возможность только доработать с помощью программистов? Надежда, уточните только, пожалуйста, это вы про решение нас про говорите и про то, которое мы на первом занятии рассматривали? Немножко непонятно. Что с магазинами услуг? Есть ли известные вам примеры таких магазинов? Илья интересует... А, нет, Андрей интересуется. Да, есть шикарные проекты по сайту, наверное, даже могу назвать его «Дари поступок». То есть они продают через интернет-магазин услугу по нестандартному подарку. То есть сайт работает также на нашем типовом решении, также есть модули подключенной оплаты. То есть не важно, товар, либо услуга. Давайте я попробую даже вам его показать. Потому что очень часто спрашивают про именно услуги. По-моему, так. Нет, я не помню, честно говоря, адрес. Давайте тогда в комментариях, либо пишите мне на почту, я покажу страничку, где он непосредственно находится. Так, вопрос, есть ли товар в 1С? По предыдущему вопросу отвечу, то есть по миграции между решениями. То есть если у вас платформа 1С Bittrex, то можно переходить между разными решениями, между стандартным интернет-магазином и решением без потери каталога товаров. То есть если у вас более-менее правильно собран сайт, то нет никаких проблем по перезапуску его на новом решении. У нас есть как раз такие услуги, непосредственно миграция интернет-магазина называется. Так, сразу отвечу, Илья спрашивает здесь по поводу многоскладовости. На самом деле, Илья, все можно реализовать, настроить службу доставки и, не знаю, через платежную систему, через службу доставки. Ну, если интересно, напишите мне на почту Никита 1С Bittrex.ru, на неделе пообщаемся, звонимся, расскажу, как это можно сделать. Если этот вопрос вообще по Bittrex, если по решению конкретно ASPRO, то лучше ребятам к ASPRO. Так, спрашивают, насколько удобна текущая система оформления заказов в вашем магазине, выглядит громоздко, проводили тестирование. Дмитрий, видимо, к вам вопрос. А по новой системе, ну, я так понимаю, вот то, которое мы выкатили недавно, система оформления заказов. Собственно говоря, система, она здесь идет от 1С Bittrex, то это система оформления заказа на ядре D7. Bittrex тратит достаточно много времени на проектирование таких важных моментов, как система оформления заказов. И поверьте, что она собрана не просто так, а на основании анализа данных. Мы в индивидуальных проектах проходили разные-разные варианты оформления заказов. Здесь обязательно, что должно быть? Запрос минимальной возможной информации. В D7 это полностью реализовано. То есть, настраивая модули оплаты, модули доставки, вам задаются только те вопросы, которые непосредственно нужны для оформления заказов. Поэтому, если она хорошо настроена, она достаточно лаконична. Если это вас очень сильно волнует, для этого мы сделали быстрые заказы, купить в один клип. Так, обмен данными с 1С не затронут решением? Не очень непонятно вопрос. Нет. Про SPRO? Ну, это обычно. То есть, да. Такой же будет, как у нас в Bittrex идет. И спрашивают там... Сейчас скажу, вопрос был, но отвечу. Одну секундочку. Так, как получить ссылки на запись трех вебинаров? На страничке, где регистрировались на вебинар, там будет. Дам потом, покажу еще. Если товары в 1С идут в характеристиках, например, обувь, размер цвета, как они будут работать на сайте, в карточке товара, картинки. Как выгрузку сделать, Сергей, есть отдельный вебинар по 1С. Опять же, оставьте e-mail свой прямо сейчас. Я скину вам запись. Но, опять же, в том документе, который буду готовить по окончанию наших всех трех вебинаров, я дам ссылки на все последние вебинары по интеграции с 1С. Так, у нас проблема с выводом карточки товара. Разработчики не могут вывести товарное приложение. Насколько это сложное задание? Да, вообще-то нет, не сложное. Что можете посоветовать для расчета и оформления доставки? Checkout, e-Dost, Яндекс.Доставку. Юрий, ну, здесь мы не советчики, вам надо прямо либо пообщаться с коллегами, которые уже заказывали у кого-то из них доставку. У нас разные системы доставки поддерживаются, но кого-то из них конкретно посоветовать. Ну, нельзя, потому что мы не занимаемся доставкой, нам не с чем сравнить. Про триггерные рассылки мы еще поговорим с вами сегодня. Есть опыт на играться с 1С, другими учетными системами и CRM. Видимо, к Дмитрию вопрос, я уверен, что опыт есть. Дмитрий? У нас очень богатый опыт интеграции с любыми системами и не только 1С, а даже каким-то экзотическим флагманом. Вопрос такой. Купив типовое решение, привязка к 1С управления торговлей будет стоить дополнительных денег? Будет или не будет? Ольга, ну тут... Если вы идете сами? Да, если сами будете делать, то с нуля, то не будет стоить. Если с помощью профессионалов, то, конечно, наши услуги стоят денег. Я понял. Я понял. Надежда спрашивала про старый интернет-магазин, который был еще в 2014 году. Новое решение, о котором рассказывали сегодня, интереснее, многофункциональнее. Ну, Надежда, смотрите, и тот интернет-магазин, который у вас был, по функционалу его можно проапгрейдить, а вот по дизайну такой апгрейд, наверное, будет стоить каких-то денег. Ну, лучше, я не знаю, лучше, наверное, все-таки вам пообщаться с Дмитрием. Дмитрий, кстати, а есть ли какая-то у вас демо-версия или пробный период на эту... Обязательно. То есть на нашем сайте либо в карточке решения Marketplace есть ссылка на демо-версию. По запросу мы также предоставляем доступ посмотреть админку, как она выглядит изнутри. То есть можно пощупать, потрогать, подобавлять свои товары. Перед покупкой нужно обязательно проверять решение, потому что, ну, по визуалу, конечно, хорошо, но лучше понимать, с чем умеешь делать. По старой версии интернет-магазина я добавлю. То есть здесь главное, чтобы у вас было первое – это активная лицензия 1С Bittrex с активным периодом технической поддержки, чтобы можно было обновить саму платформу. Второй момент – это непосредственно визуальная часть. То есть в зависимости от старости визуальной части там возможны варианты. Либо вам просто нужно выключить старый шаблон и перейти на новый, потому что 2014 год – это достаточно давно уже было. Многое применялось. Если там есть что-то, что нужно сохранять, то тогда, конечно, миграцию придется. Так, спрашивают, насколько SEO-аутимизирован проект ASPRO? Есть ли микроразметки и другие фишки? Микроразметка поддерживается Яндекс, Гугл, валидация проходит товаром. Так, есть ли список необходимых достаточных модулей для работы интернет-магазина, чтобы отключить остальные? Ну, здесь самостоятельно лучше смотреть. Есть у нас такая статья в базе знаний. Можете тоже либо через консультантов, либо на сайте ASPRO, слэшки KB посмотреть. Ссылочку там есть список именно обязательных модулей, без которых оно работать не будет. На вашем проекте, может быть, какие-то требуются еще. То есть аккуратно сделайте бэкап, а лучше на дополнительном сервере провести удаление, а потом проверить. Я спрашиваю, D7 это решение Bittrex или ASPRO не поняла. О, Анастасия, очень извиняемся, что запутали вас. D7 это вообще ядро, то есть это Bittrex. Это не решение, это вот само ядро Bittrex. То есть сама платформа, на которой все это работает дальше уже, все решения. Так, технический вопрос генерации торговых предложений. Андрей показывал прям генерацию в прошлый раз. Ну, если интересно, могу ссылку скинуть на учебный курс, где расписано, как торговые предложения генерируются. Ничего в этом сложного нет, абсолютно. Так, смотрю еще вопросы. Как обновляется наличие товара, который находится на складах поставщиков? Используются ли какие-то загрузчики? Как обновляется наличие товара, который находится на складах поставщиков? Ну, на самом деле можно и вручную, можно и автоматически через агента сделать. Так, это решение смысл тот же, что и Bittronic. Не с самого начала на вебинара подскажите. Анастасия спрашивает. Про Bittronic это, да, тоже одно из решений, прошу прощения, которое у нас на маркетплейсе есть. Ну, Дмитрий, прокомментируйте как-то конкурентов своих. Сравнивать надо. Да, смотрите. Здесь каждый поле болото хвалит, правильно? Поэтому есть объективные показатели, почему наши решения занимают топовые строчки. Наверное, их нужно найти для себя. Например, поддержка вот последних новинок FD7, расширенная поддержка торговых предложений, фоны. То есть из мелочей, из мелочей, из мелочей складывается определенное преимущество. Поэтому посмотрите, более подробную информацию мы вам можем предоставить по сравнению. При установке решений с маркетплейс может ли установка нового решения негативно повлиять на сайт? Да нет, почему? Вы просто как новый сайт создаете. На каждой лицензии Bittrex вы можете сделать несколько сайтов. То есть два сайта по умолчанию. Вы можете второй сайт для тестирования решений из маркетплейса использовать и все. Я дополню все-таки. Надежда, пожалуйста, перед любыми процедурами делайте резервную копию сайта как минимум. Тестировать лучше на отдельном сервере. Не тестируйте на своих покупателях. Если у вас нагруженный интернет-магазин, то даже не думайте устанавливать, просто взять и ставить второе решение. Так нельзя. Только в лаборатории. Только развернув вторую версию сайта, проверяйте все там. А потом уже переносите на рабочую. Иначе можно очень сильно пострадать. Так, спрошу, что может сказать про Retail CRM? Ваш совет по оптимальному месту для менеджера магазина Bittrex хватает. Юрий, не подскажу про Retail CRM. Не знаю, не работал с ними. У нас есть своя CRM в Bittrex 24. И есть возможность интеграции интернет-магазина с этой CRM. Мы сегодня еще с вами даже посмотрим, как это настраивается. Генерация торговых предложений в зависимости от цены и предложения от свойств. Будут ли это исправлять? Андрей, ну это лучше в техническую поддержку такой вопрос задать. Как сделать вторую версию сайта? Есть какие-то сервисы? Никаких сервисов. У вас просто второй сайт зовут. Ну давайте, наверное, я уже вживую попробую показать. Так, сейчас тогда переключаюсь уже на себя. Дмитрия мы уже отпустим. Спасибо большое. Если будут вопросы, какие-то там контакты. Дмитрий долго достаточно свои показывал. Все, Дмитрий, я тогда отключаюсь, показываю свой экран. Спасибо большое. Спасибо. На связи. Так, ну и давайте потихонечку пойдем. Тут еще остались какие-то вопросы. Я тогда попрошу немножечко потерпеть остальных. Пару вопросов еще отвечу, и мы поедем дальше. По поводу сайтов, да, как сделать вторую версию сайтов. У вас же есть раздел настройки, да. Настройки, настройки, настройки продукта, по-моему, если не ошибается. Да, сайты. Вот список сайтов. У меня сейчас один сайт. Я просто жму добавить сайты и с помощью мастера настройки сайтов создаю какой-то второй сайт. Будет он у меня уже потом доступен. Вот здесь я смогу выбирать, какой сайт отображать. А, у меня сейчас один, поэтому не дает выбрать. Это логично, это нормально. Так, мы посмотрели с вами сегодня, поговорили про адаптивность, посмотрели решение, про которое рассказывал нам Дмитрий. В первом занятии, да, мы рассматривали вот такое вот типовое решение. Но сегодня мы больше времени хотелось бы уделить внутренностям админке сайта. У нас сегодня заявлено много разных тем еще. И подключение CRM, и настройка email-маркетинга, и изучение посетителей. Наверное, давайте с изучения посетителей и начнем. У нас есть отдельный такой инструмент, отдельный раздел на нашем сайте в админке, который называется маркетинг. Ну, как видите, здесь много разного инструмента. Не по всем этим инструментам мы сегодня пробежимся. Я создаю, опять же, в лаборатории новый сайт абсолютно, поэтому у меня здесь каких-то метрик не будет показано. Но, тем не менее, давайте про это поговорим. Сводная страница конверсии. Вообще, пару слов о том, что такое конверсия. Для интернет-магазина это, наверное, один из ключевых показателей эффективности вообще вашего бизнеса. То есть, если к вам, допустим, на сайт зашло 1000 посетителей, и из них 10 человек сделали какие-то покупки, то конверсия вашего сайта в таком случае составляет 1%. Не самый плохой показатель. Такой. Нормальный. Вот. Если у вашего конкурента тоже, допустим, 1000 посетителей зашли на его сайт, но сделали уже 20 покупок, то конверсия 2%. Конверсия выше, и 20 покупок это лучше, чем 10 покупок. У него, его бизнес работает эффективнее. Тут, конечно, можно поспорить еще, посмотреть, какая сумма этих заказов, этих покупок. Но, тем не менее, сам вопрос привлечения покупателя, вернее, конвертации из посетителя в покупателя, он измеряется в таких цифрах, в конверсии. Вот. И для того, чтобы эту конверсию улучшать, ну, в первую очередь, ее надо научиться измерять и контролировать. Специально для этого мы такой инструмент включили, который называется конверсия, да, монитор конверсии. Пульс конверсия у нас называется. За какой-то определенный период времени, который вы можете самостоятельно там регулировать, он будет показывать общую конверсию. И помимо общей конверсии показывать, с каких устройств, например, заходили, да, на ваш сайт. Ну, здесь у меня голая статистика такая, ничего нет, потому что демо-магазин, я его только что запустил. Либо какие-то устройства, с которых заходили на ваш сайт, то есть можно посмотреть, с каких устройств у вас конверсия больше, выше. Либо источники, давайте, да, например, включим вот эту опцию. Источники, с которых заходили, это либо по рассылке к нам пришли, либо по ссылкам каким-то, либо по контекстной рекламе и так далее. Да, и сразу показывает, какой у нас процент трафика из этого канала к нам пришел. Все это можно проанализировать. Ну, для чего это нужно? Для того, чтобы в дальнейшем увеличивать ваши продажи. Когда вы знаете пульс вашей конверсии и у вас пошли какие-то продажи, да, какие-то данные вы уже получаете, вы можете прикинуть бизнес-модель вашего интернет-магазина. Для этого тоже есть такой инструмент, который тоже у меня здесь сейчас пустой. Но если бы у меня были какие-то продажи, если бы был уже какой-то бюджет освоен рекламный, то все эти данные подставились бы сюда, можно было бы посмотреть, да, какой у нас там бюджет, какая цена за переход. Это все, если уже настроена интеграция с Яндекс.Директом, все эти данные здесь будут автоматически появляться. Так же, как средний чек, так же и как количество переходов, там, количество заказов и так далее. Но тут самая важная функция это прогнозирование, да. Ну, например, можем прикинуть, там, при бюджете рекламных 50 тысяч, цена за переход, допустим, там будет 50 рублей. А, количество заказов я здесь не поменяю, не получится у меня здесь прикинуть. Ну, допустим, там, при среднем чеке, но у меня ни одного заказа сейчас нет оформленного. Да, чтобы посмотреть, какая была бы рентабельница. То есть, вообще инструмент, как калькулятор, да, многие люди это в Excel делают. Когда идут какие-то продажи, можно посмотреть, например, при таком же количестве заказов, но при лучшем рекламном бюджете или, там, при более высокой цене за переход, как у вас вообще будет валовый доход и рентабельность вашего проекта будет увеличиваться, уменьшаться или ухудшаться. Вот, то есть, такой инструмент для прогнозирования. Еще один инструмент для увеличения конверсии вашего сайта – это AB-тестирование. Как это выглядит? Для определенной аудитории вашего сайта, давайте, например, попробуем настроить, да, ну, новый дизайн, допустим. Прописываем параметры данного теста. В чем включается тест? Допустим, мы берем половину посетителей нашего сайта и делим ее тоже на две группы. Одной половине мы показываем старую версию, а второй половине мы показываем новую версию нашего сайта. И замеряем, с какой из версий у нас лучше будет конверсия. То есть, на какой версии лучше люди будут покупать. И потом сравниваем. Давайте настроим там, не знаю, вот так вот. Просто... Совершенно разные там. Посмотрим. Давайте запустим. Попробуем посмотреть отчет. Сейчас он нам пока ничего не покажет, потому что нам никто не захотел. И мы увидим, с каким дизайном. С дизайном А или с дизайном Б у нас люди лучше покупают. И где лучше покупают, тот дизайн стоит, собственно говоря, оставить. Все показатели конверсии, там сколько добавлено картину, сколько оформлено заказов, сколько оплаченного заказов, мы здесь увидим на живом примере. И сможем сделать, опять же, какие-то выводы. Так, ну, что касается конверсии, это, наверное, если так вот быстренько достаточно, то все. Так, спрашиваю. Смотрю вопрос, вернее. Для новичков какой-то рейф для CMS покупать? Не очень помню. Видимо, про хвостник вопрос какой-то. Вторую версию, опять же, второй вопрос. Вторую версию можно сказать только путем. Андрей, давайте по поводу многосайтовости пообщаемся отдельно. Можно ли подмену телефона подключать, спрашивает Александр. Чуть-чуть поподробнее, можно ли? Александр, чуть-чуть поподробнее ваш вопрос по поводу подмены телефона. Распишите, не очень понял. Так, у меня не включена воронка конверсии. Где смотреть, где включить в настройках? Юрий, посмотрите, какая у вас... Какая версия платформы у вас последняя? Вот здесь, в разделе Marketplace. Обновление платформы. Для оффлайн-рекламы coldtouch как включать? Александр, но это... Пока это скорее через CRM, но в CRM надо делать, не в управлении сайта. Тоже, наверное, уже в третьей части про это чуть-чуть расскажу. Так, посмотрите, Юрий, какая у вас версия системы. Последние обновления, когда были последние установлены? У вас может просто старая редакция. И какая у вас редакция продукта, посмотрите тоже. Потому что это должно все ответить на ваши вопросы. Я показываю редакцию Bitrix Business, где все есть, где все включено. Так, мы смотрим по конверсии, мы с вами вкратце поговорили. Но, опять же, да, это лучше всего смотреть уже на живом примере. Прямо брать самостоятельно и тестировать. Так, пульс конверсии бизнес-модель. Давайте посмотрим e-mail рассылки, e-mail маркетинг. Вообще, достаточно популярный такой инструмент. Это e-mail рассылки, да, когда привлекают клиентов, рассылают им письма, постоянно какие-то делают напоминания и так далее. Ну, мы это реализовали тоже прямо в платформе. Давайте прямо через мастер добавим, сделаем какую-то такую рассылочку. Посмотрим, как она создается. Я создаю новую рассылку, указывая основные параметры рассылки. Она будет у нас активна для сайта S1. Назовем ее, допустим, тестовая рассылка. Укажем описание. Она у нас будет вводиться в публичной части для подписки. Хорошо, пускай будет там такая галочка. У нас люди смогут прямо на нашем сайте подписываться на ту или иную рассылку. Добавляем группы адресов. Мы можем эти группы как вручную создавать, используя какую-то базу данных адресов, которые у нас уже есть. Либо выбирать получателей по каким-то фильтрам, там веб-форму, кто у нас заполнял, либо кто у нас покупки какие-то делал в магазине и так далее. Я сейчас быстро все это сделаю. Получатели рассылки. Здесь у меня не будет никого. Давайте покупатели, магазин покупателей. Вот так вот. Да, есть выбран один. Это я закрою. Пускай у меня пока будет один человек. Насколько я помню, это я сам у себя что-то покупал. Выберу ее. Ну и какие-то группы мы можем, если что, исключить. Например, отписавшиеся пользователи. Создадим такую же группу, отписавшиеся пользователи, и чтобы они у нас эту рассылку не получали. Собственно, переходим к мастеру создания выпуска. Мы можем использовать те шаблоны, которые есть по умолчанию, которые в битриксе представлены. Либо посмотреть какие-то свои шаблонов. У меня их нет. Там какие-то дополнительные шаблоны. Тема оформления тоже у меня есть не будет. У меня здесь все пока только штатное. Давайте выберем какой-то простой шаблон. Вот такой вот, например. Так он будет выглядеть. Сейчас мы взглянем. Ну, нормально. Симпатичненько. Давайте его и выберем. Тема письма. Опять же, да, мы можем здесь персонализировать тему письма, вставив сюда какие-то переменные. Ну, например, да, на самом деле тестовая тема, будет «Добрый день». И имя. Сюда будет автоматически подставляться имя того пользователя, к которому принадлежит данный e-mail. Отправитель e-mail указываем. Я отправил тот мой адрес, который указан на портале. Указываем важность. Там высокая, например. И, собственно, смотрим тело письма. Мы можем редактировать это как в визуальном редакторе, да, то есть, закидывая там какие-то вот такие компоненты, редактируя их прямо тут. Так и в виде там HTML, кода какого-то, всегда можем здесь предпосмотр сделать. Либо закидывать какие-то разные блоки, которые у меня здесь уже есть. Причем, что интересно, есть разные блоки. Ну, например, давайте попробуем. Купон на скидку. А, нет, список новостей. Вот он, купон на скидку, по-моему. Вот сюда его сейчас перетянем. Автоматически будет, да, у нас скидка 10% на один заказ генерироваться уникальный купон каждому пользователю. Давайте посмотрим, как это выглядит. То есть, ну, по рассылкам и скидкам очень удобно использовать. У нас для каждого пользователя будет генерироваться свой уникальный код, который он будет вставлять в корзину, да, и смотреть. Опять же, да, я сегодня говорил про адаптивную верстку. Смотрите, как у нас письмецо выглядит там на мобильном телефоне, да, можем посмотреть, как на планшете, как на десктопе. Ну, так достаточно удобно все это делать. Давайте уже, наверное, завершим это. Можем сохранить, если мы изменили какой-то шаблон, свои шаблоны, да, чтобы потом не редактировать его, использовать именно его. Какой-то файл, если надо, тоже можем приложить сюда. Ну и так далее. Создадим такую рассылку. Расписание. Мы можем отправить эту рассылку разово, а можем сделать это в определенное время, либо периодически отправлять по расписанию, да, там раз в неделю, например. Давайте сделаем там расписание. Время отправки. Скажем там, 17-го. Пускай будет в 11-21. Все, жмем сохранить и выполнить. У нас рассылка получается в процессе отправки. Выполнена она будет 17-го числа, там в 11-21, да. И получатель у нас тестовый. Мы можем тестовую рассылку отправить себе, чтобы посмотреть, как она вообще выглядит. Сейчас, наверное, мне не отправится, потому что почтовый сервер здесь не настроен. Ну, хотя нет, ушла. Смогли бы посмотреть. Ну, не буду с честным заниматься. Здесь у нас все. Если что, мы можем поменять. Выпуск у нас такой сохранен. Давайте поговорим теперь про рассылки сайта. Да, если что, мы можем всегда посмотреть какие-то отчеты по нашим рассылкам. Сколько у нас там людей открыли эти рассылки, сколько пришло, сколько заказов было сделано и так далее. Еще один интересный инструмент – это триггерные рассылки. Что такое триггерные рассылки? Это рассылки, которые автоматически генерируются в зависимости от каких-то действий или бездействий посетителей вашего сайта. Есть уже готовые шаблоны таких вот триггерных рассылок. Ну, например, для корзины, да, забытая корзина. Что это такое? Бывает, человек там зарегистрировался на сайте, что-то в корзину все навалил, и потом хлоп и отвалился. Заказ так и не оформил. Вот в этой цепочке письма как раз направлены на то, чтобы уговорить такого клиента вернуться и завершить покупку. Или, например, для заказов, да, отмененный заказ. Сделал человек заказ, отменил его, мы запускаем там какую-то цепочку рассылок, несколько писем, которые будут с определенной периодичностью напоминать человеку о том, что вот был отменен заказ, может вы хотите вернуться, мы ему какую-то скидку дополнительную предоставим и так далее. Письма в догонку, да, опять же, совершил у нас клиент какую-то покупку первую, и мы ему шлем благодарность за нашу покупку, просим оставить отзыв или, может, скидку на следующий заказ. Давайте ее выберем. Оставим здесь все по умолчанию. Готовая рассылка у нас, письма в догонку. В принципе, вот эти рассылки тоже там можно настраивать под себя. Выберем сейчас готовый шаблон. Так, условия запуска. Оставим оплата заказа. Если вручную делаете не по шаблону, да, ну, можно выбрать там какое-то другое условие. Достижение цели, оплата заказа следующего. Давайте. Следующий шаг. То есть, ну, здесь очень гибко, мы сейчас по шаблончику пробежимся, но всегда под себя можете настроить так, как именно для вашей акции будет это здорово смотреться. Так. Письма посмотрим, давайте. Порядок писем. Итак, у нас событие, запускающее рассылка, это оплата заказа. Через один день после этого события можем опять же, да, поменять через день или когда-то другом. У нас уйдет шаблон вот такой, где будет название нашего сайта и написано «Спасибо, что вы с нами». Мы можем этот шаблончик посмотреть здесь. Как оно выглядит. Так, либо в визуальном редакторе. Поменять что-то под себя. Отлично. Первое письмо у нас ушло. После предыдущего, через один день после предыдущего письма опять шлем письмо. Довольно вы ли сотрудничеством с нами? Еще через один день, допустим, там, ваше мнение очень важно для вас. Оставьте, пожалуйста, отзыв. Еще через один день, опять же, письмо, да, но только в котором уже там специальное предложение для постоянных клиентов. Какое-то предложение делаем. Можно, например, засунуть в это шаблон блок Big Data. Мы еще, по-моему, не говорили с вами про Big Data. Сейчас посмотрим. Используется здесь это или нет. Ну, нет. Угу. Блока нет здесь Big Data. Но, тем не менее, вот такой фонсалл тоже возможно. Да, про Big Data уже на третьем занятии поговорим про нашу. Еще через один день, там, пятое письмо ушло у нас, да, скидка в подарок. Ну, если получилось привлечь клиента, здорово. Не получилось, увы, не получилось. Но, тем не менее, мы попробовали, и наверняка у нас конверсия нашего интернет-магазина за счет этого вырастет. Цель основная у нас вот, чтобы был оплачен этот заказ. Так, давайте посмотрим. Вижу много вопросов по почте. Давайте попробуем на них поотвечать. Да, свой шаблон триггерной рассылки можно. Можно создавать. Скрипт звонка клиента-покупателя через Skype-менеджеру магазина реализован. Вы знаете, Андрей, был реализован, но были сложности потом с Microsoft. Они закрыли, насколько я помню, доступ к капе своему, и на данный момент со Skype у нас поддержки нет. Вы, очевидно, говорите как раз о новом функционале, который у нас в последней редакции выпускался. Но он еще пока в бета-версии, там, по-моему, открытые линии еще не у всех могли появиться, а только у тестировщиков. Юрий Иванов, малый бизнес. В малом бизнесе должен быть... У вас активная, Юрий, у вас активная лицензия малый бизнес? Если активная, то, скорее всего, в настройках вашего интернет-магазина вам надо просто будет догрузить некоторые модули. Напишите мне на почту никита1sbitrix.ru, можете прямо сегодня. 1654. Не, ну, должно быть. Модули не загружены у вас наверняка, Юрий. Я беру охрану предприятия, но мобильные приложения для сайта. С кем могу пообщаться по этому поводу? Екатерина, есть контакт ваш, буду, когда вопросы потом пересматривать, отвечу, с кем пообщаться. К партнерам вам надо на нашем сайте обратиться. Есть раздел партнеры. Там партнера выберут, который делает мобильное приложение. Так, как можно увидеть, получили ли рассылку пользователей. Это в отчетах у нас по рассылке. Что нужно сделать для того, чтобы рассылка не уходила в спам? Надежда, здесь не подскажу. Либо с каких-то, не знаю, не подскажу. Попробуйте в техподдержку написать. Может, ребята подскажут там. Или какие-то внешние сервера использовать для рассылки. Или что-то еще. Не знаю, не подскажу. Не знаю. Насколько хороший модуль киоска или лучше приобрести редакцию «Малый бизнес»? Антон, я бы вам посоветовал сравнить, поставить демо-версию «Малый бизнес» и демо-версию «Киоск» использовать. Потому что функционал в «Малом бизнесе» гораздо больше будет, чем в «Киоске». Нужен вам этот функционал или нет, это уже вам решать. Юрию не нравятся стандартные письма покупателям, которые в «Битриксе» есть. Чтобы сделать нормальные, требуется очень много работы по евроскому внедрению. Юрий, можете сделать нормальные, предложить нам, попробуем их внедрить в себя. «Можно ли создать свои теги в представительстве шаблона в письме и установить инструменты «Битрикс»?» «Свои теги Александр не подскажу, тоже лучше в техподдержку отправить». Я думаю, что можно. «Письмо, которое вы сейчас сделали, нормально отобразится на мобильном?» Юрий, мы смотрели, как отображается на мобильном, и на планшете, и на десктопе. Да, нормально отобразится. У меня редакция «Малый бизнес», вкладка «Рассылки» находится в разделе «Сервисы». Обновления последние были 15.02.2016. Смотрите, у нас в разделе «Сервисы» там находится старый модуль рассылок. А вот этот новый модуль рассылок, он уже именно в отделе «Маркетинг». У вас, возможно, этого раздела даже нет, потому что у вас давно не обновлялись. Спасибо. Надо обновиться и появится в разделе «Маркетинг» эти рассылки. «Если делать рассылку на 5000 пользователей, сколько пойдет спан?» Не подскажу. «Может, лучше через сервисы типа Unicenter?» Может и лучше, Юрий, если есть возможность разными сервисами везде пользоваться. Как вам удобнее, так и работайте. Можно через Unicenter, можно через какие-то другие сервисы, можно теми сервисами, которые есть уже сразу в Bitrix. На мой взгляд, последний вариант удобнее. «Можно ли создать свой шаблон триггерной рассылки?» Да, говорил, можно. «Триггерная рассылка работает на зарегистрированных пользователях, которые указали почту». Вы, конечно, можете вручную подключить туда пользователей, которые не указали почту, если у вас есть какие-то базы своих рассылок. «Добрый день. У нас редакция «Малый бизнес». У нас нет готовых шаблонов для триггерных рассылок. Где их взять?» «Если у вас нормальная обновленная версия, все должно быть, напишите в техподдержку». Скорее всего, какой-то модуль не обновился. «Калькулятор доставки есть?» Есть, ну, давайте отдельно поговорим про это, Виктория. «Сегодня интеграция с CRM будет?» Да, сейчас поговорим. «Что еще? Лицензия активная. Ну, если у кого-то... Давайте, хорошо, посмотрим. Никто не может найти почему-то рассылки. Очень много вопросов, просто боюсь, что даже не успею на все ответить. Давайте посмотрим. Сейчас покажу просто, где модули устанавливаются. Проверьте у себя, пожалуйста, если есть у нас слушатель, который не видит этих рассылок. Вот здесь это настройки, настройки продукта, модули. Посмотрите, если у вас все обновлено, какие-то модули не установлены. Вполне возможно, их надо просто установить. Вот и все. Проверьте здесь у себя. Все должно быть. E-mail маркетинг называется этот модуль, про который мы сейчас с вами говорили. Где он у меня проскочил я его? Вот он, E-mail маркетинг. 20.04.2016 году он был выпущен. Поэтому смотрите. Так, про интеграцию с CRM просят рассказать. Давайте посмотрим. На самом деле, достаточно здесь все просто. Вспомним, где это. Магазин CRM. Смотрите. Есть у меня тестовый, может, сайт мой. Называется он Garbunov B34. Он у меня уже запущен. Давайте попробуем его сейчас интегрировать с CRM. Для чего нужна интеграция с CRM? У вас есть интернет-магазин, да? Ваши менеджеры могут в админ-магазин даже не заходить, а работать с этими заказами прямо в CRM вашей. И вести, в принципе, ваших всех клиентов также. Как только заказ у вас будет какой-то сформирован, например, на сайте, если интеграция настроена, у вас этот заказ отобразится уже в самой CRM. Вот. Соответственно, из интернет-магазина в CRM, что мы? Оформление заказов, стоимость доставки, скидки, все это, информация вся туда попадает. А из CRM, там ведем учет клиентов, анализ покупок и клиентов, доводим эту сделку до завершения логичного и так далее. Давайте. Мы можем либо получить сразу CRM QB 324, да, зарегистрироваться здесь, либо настроить интеграцию. Попробую сейчас это сделать. Ох, вспомнить был логин и пароль. По-моему, как-то так. Так, процесс настройки интеграции по умолчанию создают специальные пользователи, специальные права из-под которого CRM будет обращаться к интернет-магазину. То есть у меня сейчас будет добавлен один пользователь на моем сайте. И в том числе создание пользователей настроить права доступа. Давайте настроим интеграцию. Есть ли правильный пароль? Ага. Видите, удалось. Гинго. Так. Настройка интеграции вашего интернет-магазина и CRM успешно выполнены. Для дальнейшей работы в CRM вам необходимо проверить параметры синхронизации и провести привычный импорт из магазина. Давайте сделаем это. Сразу я перескочил в свой интернет-магазин. Так. Адрес интернет-магазина правильный. Название правильного. Префикс названия сделок. Оставим тот, который есть у меня по умолчанию. Пароль. Где он без пароля? Наверное, у нас пользователи сейчас созданы. Да. Выбрать данные за последние 7 дней. Вероятно, сделок укажем по умолчанию 20%. Ответственный для новых сделок я выберу себя. Сделки у нас будут доступны для всех. Мог бы указать не для всех, тогда только я их видел. Угу. Загружено сделок 5. Далее. 5 компаний. Так. Частота синхронизации в минутах. Ну, оставим, допустим, 10 минут. То есть каждый заказ, который у меня будет оформлен на сайте, он у меня будет попадать в сделки в моей CRM. Тут еще в чем важный вопрос. Возможно, многие из вас не знают, что такое Bitrix24. Я пока не закончил интеграцию, быстренько открою сайт Bitrix24.ru. Это еще один наш продукт. Да, вот помимо платформы для создания сайтов интернет-магазинов, у нас есть такой облачный сервис. Ага, их забыл добавить. Облачный сервис для управления, для коммуникации внутри компании, в том числе один из инструментов, которые там есть, это CRM, система управления взаимоотношенными с клиентами. Не буду сегодня про него ничего рассказывать. Покажу только, что тоже здесь есть такие вебинарчики в самом низу. Можно на них зарегистрироваться или посмотреть какие-то видео уроки. Завтра как раз, по-моему, будет вебинар 17 числа. Да, как раз по коммуникациям с клиентами, по новому функционалу, по открытым линиям. Кто-то сегодня про скайп спрашивал, да, вот вам как раз завтра имеет смысл туда записаться, посетить. Есть записи старых обзорных вебинаров, поэтому посмотрите, какого числа у нас тут, бизнес-процессы, бизнес-процессы. Ну, в общем, здесь можно найти какие-то вводные и более узконаправленные вебинары. Тоже можно изучить, на самом деле очень удобный, хороший инструмент. Так, уведомления у нас будут отправляться на сайте, на портале в группу продажа. Ну, в принципе, все, у нас интеграция эта запущена. Статус у нас работает. Давайте перейдем в CRM, посмотрим наши сделки. Да, вот сделку он сразу показывает eShop. Я сделаю такое представление. Вот как раз сделки, да, там, на этот заказ. Вся информация, которая нам там нужна, была необходима в контакте. У меня она будет добавлена, сделана здесь. И товары появились. Да, товары, то, что у нас там покупали они, да, на сайте. Все это можно здесь, если что, и отредактировать. Так, ну, что касается интеграции CRM, здесь, как видите, все достаточно просто оказалось. Что еще? Да, самое важное, наверное, про что сегодня стоило поговорить, это заказы. Обработка заказов. Как это выглядит в админке? Ну, посмотрим. Так как мы говорим сегодня не про CRM, а про наш интернет-магазин, посмотрим, как у нас менеджер работает в интернет-магазине непосредственно. В первую очередь, на что надо обратить внимание, это вот такой фильтр, да, по которому мы можем отследить по тем или иным параметрам заказы, с которыми будем работать. Ну, например, я создал там несколько фильтров, которыми постоянно пользуюсь. То есть, вот приоритетные заказы, да, заказы те, которые у меня от 10 тысяч рублей. Опять же, я могу это настроить здесь, там не от 10, сделать от 80 тысяч рублей и взять этот фильтр, сохранить. Я его сохраню. Теперь у меня приоритетные будут там от 80 тысяч рублей. Или сделать, например, от 80 тысяч рублей очень приоритетные. Прям такие приоритетные, что деваться мне прям некуда. Отлично, да, сохраняю. У меня вот появился еще один фильтр. Вот такие фильтры можете настраивать под себя так, как вам угодно. Да, есть плюсик, параметры выбираете и указываете. Валюты, например, только рублевые. Да, опять же, взяли, сохранили или посмотрели заказы, чтобы он подобразил только рублевые. Сверну, чтобы не мешалось. Под фильтром у нас находится табличка с заказами, такая сводная табличка, да, со всеми нашими заказами. Мы ее, опять же, можем настроить, указать те позиции, которые нам нужны, те столбики, которые интересуют нас. Ну, например, доставка разрешена. Интересно, чтобы посмотреть сразу заказы. У кого какой статус доставки и у кого доставка не разрешена. Можем выгрузить это в Excel, но иногда приходится удобно с этим работать. Давайте посмотрим вообще, из чего состоит заказ. Как он выглядит. В последней версии у нас немножечко форма отображения заказа поменялась. Добавили вот такую навигацию, потому что заказ стал достаточно длинным и большим. Дело в том, что с переводом модуля интернет-магазина на новую платформу сделали, добавили возможность частичной отгрузки и оплаты заказа. Много просили, да, потому что бывают такие заказы, когда оформляют, например, делают там порядка десяти позиций, выбирают в интернет-магазине, оформляют большой заказ и указывают, что часть заказа хотят, чтобы сделали доставку на дом, а часть доставку готова, например, сами заехать в магазин, какой-то товар забрать. Теперь эти вещи можно и оплачивать отдельно, и отгружать отдельно. Появились специальные документы отгрузки, да, то есть либо вручную мы это будем указывать, либо автоматически, если с 1С, например, интегрирован, да, это будет меняться. И выбираем там какой товар или с помощью штрих-кода, какой будем отгружать, указываем статус и так далее. То же самое, что и касается оплаты. Мы здесь можем просматривать этот заказ и также можем его, если что, всегда изменить. Сейчас нажму, у нас откроется новое окошко. Я привык вот так переходить, хотя на самом деле можно было наверху нажать. самую последнюю в навигации кнопочку. Прямо здесь можем, то есть у нас менеджер разговаривает по телефону с клиентом, и прямо тут может менять количество заказов, размеры, цвета и так далее. Да, подтверждаем. А, зеленые уже есть. Он нас предупреждает, что синие штаны уже есть, может какие-то другие надо. Давайте зеленые попробуем. Хлоп, поменялись, да. Прямо здесь он может добавить какой-то товар, пересчитать, добавить какую-то скидку, если у нас есть, да, промокод тут указать. и так далее. То есть, ну, работаем с заказом вот здесь. Все у нас готово. Давайте сохраним этот заказ. Все изменения по заказу мы можем, опять же, посмотреть. Я уже закрыл его, давайте его опять открою. Да, историю изменений мы взяли и посмотрели, кто у нас, что, когда менял. Пользователь у меня один и тот же. Если у вас несколько менеджеров, вы увидите, кто изменял либо заказ, либо статус заказа, там оплату какую-то проводил и так далее. Документы, которые у нас по заказу были созданы. Сразу, да. Наличные курьеры у нас должны быть переданы. Документы отгрузки созданы. И заказ покупателя. Три документа. Подробнее тоже про новую форму управления заказом дам отдельным материалом. Что здесь еще хочется сказать. Мы можем распечатать какие-то документы по этому заказу. Накладную, бланк заказа, инвойс, там счет, счет, фактуру. Это готовые шаблоны. Ну, если необходимо, то можно свои шаблоны подгрузить сюда и выставлять их. Вот, вкратце так, по заказу. Давайте посмотрю, какие вопросы есть. И буду уже так, сколько времени осталось. Да, надо уже закругляться. Так, что еще голоса? Андрей, не понял вопроса ваш, Андрей, по поводу, что еще голоса. Так. Поддерживаются ли акции товар дня и прочее? Ну, смотрите, про акции мы с вами поговорим на третьем занятии, про акции, про скидки. Так, модуль авторизации на вход клиента. Не понял. Вопрос опять. Как настроить доступ администратора так, чтобы он был самым главным для директора магазина? Ну, в настройках пользователей, сейчас покажу раздел настройки, пользователи, группа пользователей. У вас будет здесь администратора. Да, вот она первая. И список пользователей. Вы, пользователи это указывает, что он будет в группе администратора. Например, у меня есть админ. У меня к администраторам относятся. Ну, опять же, группа пользователей и права, которые к той группе относятся, они также редактируются. Но это уже непосредственно в разделе группа пользователей. Какие там по умолчанию сервисы модуль авторизации на вход клиента? Ну, давайте посмотрим. Не помню, конечно, этого. Так, где у меня интернет-магазин наш? Другой немножко. Выдал отсюда. Давайте войти. Ну, вот какие поддерживаются. А, не подскажу сейчас, Андрей, но можно настроить другие. На самом деле далеко не все. А, не все. Вот они у меня еще, по-моему, не здесь. Это далеко не все. Можно другие указывать. Не подскажу сейчас, когда. Последнее обновление от марта 2016-го. У нас после марта 2016-го уже ни одно обновление делали. Так. Откуда взять уроки по настройке? По настройке чего, Анастасию? Уточните, пожалуйста. Рассылка платная. А какая рассылка, Александр? Пожалуйста, пишите вопросы конкретнее, потому что я в контексте не могу их воспринимать, потому что я рассказываю вам, а через 15 минут захожу в вопросы и уже не помню, о чем вы спрашивали. А перерыва не будет, Игорь, сейчас уже закончится все. Обновление только через техподдержку проходит, спрашивают все обновления сайта. Когда будет доступно обновление 16.5? Я, к сожалению, не могу вам сказать точные сроки. Работаем, тестируем, потихонечку, поэтапно выпускаем. Следите за обновлениями у нас в ВКонтакте и в Фейсбуке. Мы пишем там, когда что-то новое выходит. Так, по облачной CRM. Нет возможности синхронизировать каталог товаров-слуг с сайтов CRM для дальнейшей работы с менеджером следами. Будет ли это исправлено? Какая логика у разработчиков? Вне звонок синхронизировать каталог товаров-слуг с сайта. Да, с сайта пока нет, но только если за DNS вы товары можете перетянуть. Андрей, здесь лучше тоже техподдержку написать, чтобы они вам какой-то внятный ответ дали по этому поводу. Можно ли заказы равномерно следить среди менеджеров CRM? Александр, можно использовать бизнес-процессы и не только равномерно, но и, например, какие-то заказы на определенную сумму, чтобы уходили у нас каким-то особо крутым менеджерам, а те, что заказы поменьше, менеджерам попроще. Через бизнес-процессы настраивается. Интересно, почему Sony и связной отказались при продаже телефонов и торговых предложений сейчас представляют товары отдельно, если они отличаются по цвету, памяти и прочее. Но я думаю, этот вопрос скорее надо в Sony или связной ответить. Я пока не могу порассуждать на этот вопрос. Эти товары в заказе, размер, цвет как сделан? Отдельными позициями или моделями? Это как товаро-торговое предложение, то есть это идет в заказе. Давайте еще раз открою. Как организовать оплату банковскими картами на сайт? Сейчас покажу, как организовать. Давайте заказ посмотрим. Смотрите, у вас есть товар с торговыми предложениями. В нашем случае это, давайте посмотрим, что у нас там, состав заказа. Штаны, полосатый рейс. Есть товар с торговыми предложениями. То есть у нас есть штаны полосатый рейс разных цветов и разных размеров. У каждого из них свой собственный артикул. Мы как раз про это с вами говорили в первом уроке, про торговые предложения и про товары. Со склада у вас будет списываться, конечно, именно вот это торговое предложение. То есть при оплате этого заказа, при проведении его, у вас пишется 10 штанов полосатый рейс зеленого цвета, размер S. Такой будет артикул у них. Также одни штаны такие. Не знаю, почему-то не указан здесь артикул. Очень странно. Вот. И еще одни штаны тоже синие, но уже размер S. Как организовать оплату банковскими картами на сайте? Давайте быстренько пробежимся тоже про это, потому что в прошлый раз не успели. В раздел магазин, настройки, платежная система. По умолчанию в той демо-версии, которую я установил, уже есть некоторые платежные системы. И вот как раз оплата банковскими картами. Есть несколько обработчиков, которые умеют обработать пластиковые карты. Ну, по умолчанию мы предложили использовать Яндекс.Касса. Потому что он такой один, наверное, из самых популярных. У него, может, процент какой-то они больше берут, чем остальных. Но, тем не менее, вы можете обработчик какие-то свои подгрузить. Можете там Робокассу ту же самую использовать. Какие-то другие. Кто у нас еще карточками умеет? Киви, не помню. По-моему, Киви умеет карточками. В любом случае, если что, можно кого-то своего... Да, вот WorldPlay. Не помню, здесь надо посмотреть. Кто предлагает тоже обработку карт. Ну, и просто-напросто работать с ними. Выбирать этот обработчик, который вам подойдет. Быстренько настроить его под себя. И начать работать с ним. Игры, смотрите, даже вот так подскажу. Раздел помощь, да, находимся в настройках карт оплаты. Вернее, способов оплаты. И в разделе помощь будет ссылка на документацию, где прямо по пунктам расписано, как настраивается та или иная платежная система. Если администраторов несколько, как сделать главного? Дайте одному побольше прав, а остальным поменьше. Да, пользователь с ID 1 нельзя удалять все правильно. Так, если происходит приоценка товаров, как это отображается? Ну, смотря как вы цену будете менять. Если это с помощью сервиса наценки, то заводите наценку, указывайте процент наценки. И будет потом наценка использоваться. Как информация с ярлычками новинки и прочее сделать? Ну, автоматизированно не подскажу. Вручную мы же смотрели с вами товары, да? Ну, я открою сейчас какой-то товар любой. Давайте тапочки, новенькие тапочки заведем сейчас. В настройках товара у нас вот, пожалуйста, новинка. Лидер продаж, там указываем, что мы хотим показывать с тем или иным свойством и показываем. Так, еще, кстати, хотел показать вам. Не было вопросов, но говорили сегодня про Яндекс.Маркет, про интеграцию с Яндекс.Маркетом. Про что хотелось бы рассказать? Ну, в первую очередь, как выгрузить товары на Яндекс. У нас есть специальные мастеры по экспорту товаров и экспортируем. Указываю, выбираем инфоблок какой, каталог товаров, например, одежда. Выбираем группы. Все мы будем экспортировать или, например, только там что-то определенное. Ну, я выберу все группы. Указываем всякие детальные настройки. Да, там какие-то дополнительные свойства выводим. Типа описания, валюты и цены. Все это настраиваем. Опять же, в документации все это подробно расписано. Поэтому не стесняйтесь смотреть. Указываем, какие товары будут доступны только покупке, выгружать и так далее. И экспортируем. Специальный файлик у нас создается. Потом этот файлик мы... Торговых предложений не настроил. Ну, не буду сейчас, да? Уже не хватает времени настроить. Грубо говоря, сохраняется этот файлик и потом уже вы все это импортируете на ваш сайт, на ваш профиль в Яндекс.Маркете. И второй вопрос, который тоже возникал, это настройка обмена данными с Яндекс.Маркетом, так, чтобы покупали прямо на Яндекс.Маркете. Вот, подключаем к Яндекс.Маркету, покупка на маркете. Включаем эту интеграцию и, опять же, настраиваем. Есть документация даже с видеороликом, как все это настраивать. Поэтому не буду про это рассказывать сейчас. Это можно изучить самостоятельно. Здесь тоже все достаточно просто и удобно делается. Так, смотрю оставшиеся вопросы. Я, на самом деле, все вопросы, которые вы пишете, сохраняю. И, опять же говорю, сделаю такой факт, где прямо на документацию сделаю ссылочки. Так, возможно ли использовать несколько витрин магазина на разных доменах? То есть, используя одну базу товаров, но разных цен на разных доменах? Да, можно так настроить. Можно самостоятельно. Можно обратившись к нашим партнерам. Планируем ли мы выпустить для версии бизнеса несколько шаблонов интернет-магазинов, чтобы не покупать их на стороне? Ну, мы, понимаете, это немножечко не наша история выпускать шаблоны для интернет-магазина. Они есть в маркетплейсе, есть бесплатные, есть платные. Пользуйтесь бесплатными, пожалуйста. Можно обратиться к партнерам, они сделают какие-то доработки. Мы пока шаблоны другие не планируем выпускать. Мы занимаемся все-таки больше платформой, а не дизайном. Письма с видео 1-2 где ждать? На почту придут вам ссылочки. Как сделать резервную копию? Ну, давайте резервную копию. У нас будет третий вебинар, он больше такой технический будет. И мы как раз сделаем с вами там резервную копию. В Узбекистане партнеры есть или нет? Посмотрите, пожалуйста. Давайте мы с вами глянем. Я на вскидку так, честно говоря, не помню. Знаю, что в Казахстане есть у нас представительство. Давайте посмотрим партнеров. Рядом с вами Москва. Давайте посмотрим Узбекистан. Ой, не Москва. Узбекистан, смотрите, есть шесть партнеров. Вот, пожалуйста, любого из них выбирайте. Так, еще немножко questions. Как сделать, чтобы при оплате провела тест про инвестиции 38,6? Это маловато, да? Анастасия, поговорим на следующем вебинаре про тестирование и про настройку скорости сайта в том числе тоже. Скажу, маловато или нет. Как сделать, чтобы при оплате заказа покупателю отправлялся купон скидки на следующую покупку? Ну, через триггерную рассылку можно завести такую. Давайте тоже попробуем пару кейсов по триггерным рассылкам на следующую. На следующий раз посмотрим. Извините, завис, читал другой вопрос. Можете конкретно галку показать, которая сделает одного админа важнее другого? Там этих галочек и вариантов выбора очень много, как разобраться-то. Анастасия, напишите мне на Никита1sbitrix.ru, спишемся с вами, я думаю, завтра или в четверг. Созвонимся, я прямо покажу, не знаю, удаленно подключусь, покажу, где какую галку нажать. Так, списание товара происходит с розничного склада. Если с иноминизацией с управления торговлей делать. По управлению торговлей, дам ссылку, опять же, видел, там указали. По интеграции с 1С, отдельные вопросы, давайте не будем их касаться. У нас есть, как бы, свое небольшое управление остатками на складах, да, небольшой такой инструментарий для управления торговлей на сайте. Но, конечно, с 1С не сравнится. Будет ли вебинар по безопасности сайта, защита от вредназначного кода и так далее. Ну, отдельного вебинара не будет, но в третьем нашем вебинаре мы коснемся этих вопросов. На самом деле, у нас много всяких инструментов, но если интересно, давайте попробуем поподробнее их рассмотреть. Так, как со мной связаться? Давайте вот так вот я дам свой контакт. Есть у нас такая сеть, как битрикс24.net. Это сеть для всех пользователей сервиса битрикс24. Если я не ошибаюсь, у меня там вот такой адрес. Да, добавляйтесь, пишите мне. Это личный адрес, вообще мой адрес никита1sbitrix.ru. Все очень просто. Давайте покажу, где это в разделе на сайте написано. Компания, контакты, сотрудники. Где-то я здесь должен быть. Вот он я есть. Вот сюда вы мне можете написать письмо. А по этому телефону, если что, меня можно позвонить и задать какие-то вопросы. Так, ну, на самом деле, время уже у меня все подошло к концу. 12 часов. Большое спасибо, что присутствовали. Все вопросы сейчас... Надеюсь, почту все видят, да? Я даже вот так вот выделю ее сейчас. Вот. Вопросы сейчас ваши сейчас сохраню. Сегодня был отличный вебинар. Пишут. Спасибо большое. Очень рады, что вам понравились. Я думаю, будет следующее еще лучше. Сегодня немножечко спонтанно получилось. Мы так прям голубим по Европам. Не получилось углубиться. Но я думаю, в сентябре, в октябре мы проведем еще серию вебинаров. Просили сегодня больше технических вопросов, более углублено. Ну, у нас этот вебинар все-таки, да, он как бы для начинающих. А в дальнейшем, я думаю, будем делать какие-то более глубокие. Так, вопрос сохранил. Ставлю тогда на паузу запись.